Сегодня в ролике. Самая забытая фракция в Гранде с самыми жёсткими требованиями и ответственной работой, но при этом самыми большими зарплатами. Как брать взятки на сотни тысяч рублей и единственный способ проходиться на вертолёте в Гранд Мобайл. Ула Амигос, на связи Матвей, и сегодня в этом видео я проведу 24 часа во фракции Министерства Здравоохранения, или же просто больница. Я сделал подробный анализ этой фракции, устроившись туда на работу доктором под фейк-аккаунтом, ну, чтобы не было никакого блата, посмотрел, чем же там занимаются на самом деле и сколько зарабатывают. И скажу честно, больница меня крайне удивила, потому что сначала я думал, это скучная, ничем не примечательная фракция, но на деле это оказалась одна из самых важных организаций, которые вообще есть в Гранде. Этот ролик я готовил несколько дней и всё ради этого момента, так что присаживайся по удобнее, заранее жми лайк, а мы начинаем. И всё же, братан, если это наша первая встреча и ты тоже играешь в Гранд Мобайл, обязательно оформляй подписку. У меня лучшие видео по нашей игре, уверен, они тебе точно понравятся. Благодарность за просмотр и подписку, специальный подарок от меня для тебя, промокод MOTIVCAR, который работает на всех серверах Гранда. За его активацию ты на халяву получишь целых 30 косарей, VIP-статус на неделю, а ещё гелик на 3 дня, причём не белый, как у всех, а чёрный, поэтому это лучшее предложение в игре, обязательно пользуйся. Ну и халявные 100 тысяч рублей на любом сервере Гранда получает Михаил и Гудблогер. Поздравляю, для получения приза пишите на этот Телеграм-аккаунт, а если ты хочешь оказаться на их месте, то просто комментируй мои ролики, ведь приз получает первый и рандомный комментатор. У меня всё, вернёмся к больнице. Итак, как я говорил, играть мы будем с твинк-аккаунта, чтобы никто не знал, что я MOTIVCAR и всё проходило максимально честно. И тут мы сразу переходим к требованиям для работы в больнице, ведь требуется третий игровой уровень. Поэтому докупаем опыт и отправляемся в больницу. Из документов требуются только водительские права, актуальная медкарта и паспорт, всё по классике. Это просто жесть, ребят, я не MOTIVCAR, а меня до больницы решил подвезти игрок с самой дорогой машиной в игре. При этом стоимость поездки целых 0 рублей. Такой поступок точно заслуживает уважения. Аккаунт у меня совсем новый, поэтому сразу же получаем медкарту. Ну и идём на собеседование. Ого-го, сколько же здесь игроков, что ж, придётся отстоять небольшую очередь. Я, конечно, не понимаю, что здесь вообще делает старший состав полиции, но ладно. Итак, наконец-то подошла моя очередь и, блин, какой же я дурак, я совсем забыл, что это новый аккаунт и здесь ещё нет паспорта. Блин, ну тупее ситуации не придумаешь. Быстро сбегал в правительство, получил паспорт и обратно в больницу. Слава богу, собеседование ещё не кончилось. Кстати, у меня уже готов ролик, где я прокачался до пятого левела дальнобойщика, и это заняло у меня больше недели. Если хочешь поскорее увидеть это видео, помоги под этим роликом набрать более тысячи лайков, ведь только после этого оно появится на канале. Всё, больше не отвлекаю. Наконец-то моя очередь подошла, и тем временем в кабинете остался только я с главврачом. В принципе, ничего особенного на собесе нет, всё так же, как и в других организациях, давайте вкратце покажу. По РП, что мы показываю паспорт, медкарту, через действия события, в принципе, как это делать правильно, я уже не раз говорил в своих роликах, поэтому пересматривайте и повторяйте. Начинается психтест, и здесь опять же повторяю, что отвечайте так, как вы бы ответили, если были бы в реальной жизни на месте персонажа. Лидер спрашивает, что у него в руках, и если до этого вы безвозвратно отдали ему свой паспорт и медкарту, так и отвечайте, что в руках у вас мой паспорт и медкарта. Время вопросов по РП-терминам, здесь тоже всё максимально просто, гуглите РП-термины и пишите расшифровку в НРП-чат. Спокойно расписал все четыре РП-термина, и теперь, друзья, поздравляю, я прошёл собеседование в больницу города Арзама. Сразу же после окончания собеседования общий сбор на крыше. Да ладно, тут есть выход на крышу с настоящими вертолётными площадками, почему такое в полиции нет, я не понимаю. В общем, собрали весь докторский состав, поздравили нас, новичков, с поступлением на работу и зачитали вполне типичную лекцию. Ну типа, чё такое субординация, чем заниматься на работе, когда рабочее время, когда выходной и так далее. Всё это не столь важно, как тот факт, что теперь я официально доктор. Ну или ладно, обычный интерн, потому что пока что у меня всего первый ранг. И знаете, чем сложна эта фракция? Обычно нормальную интересную работу можно совершать уже со второго ранга во всех организациях. Но здесь, для того, чтобы тебе хоть как-то нормально играть, нужно апнуть третий, а то и четвёртый ранг. Поэтому больница и является самой сложной организацией. На первом-втором ранге здесь делать нечего, поэтому сразу же после поступления вам нужно повыситься. По традиции, меня добавили в дискорд-сервер фракции, где, в принципе, написана вся необходимая информация. Правила, устав, рп, отыгровки, всё это вы черпаете именно из дискорда, куда вас добавили. Здесь же и расписывается система повышения, где нам сообщают, что нужно сдавать для повышения с одного ранга на другой. В моём же случае, для повышения до второго ранга нужно сдать первую главу устава, клятву Гиппократа и рп-ситуацию от лидера. Понимаю, звучит страшно, непонятно, вы не беспокойтесь, сейчас покажу, как всё делается. Во-первых, нужно найти любого члена старшего состава. Их можно встретить как и спонтанно в игре, так и заранее списаться с ними в дискорде для того, чтобы договориться о повышении. В моём случае я встретил главврача, который, к счастью, согласился принять у меня повышение. Начинаем с устава, и здесь всё максимально просто. Запомните мудрость, что первая глава устава абсолютно любой организации всегда твердит о том, что делает эта организация, кому она подчиняется и на чём основываются её принципы. В моём случае я расписал, что уставу подчиняются все сотрудники больницы за редким исключением старшего состава. Написал, что Министерство здравоохранения также в первую очередь подчиняется приказам правительства. И то, что вся наша дительность основывается на милосердии. На этом меня попросили закончить и зачитать клятву Гиппократа. Это некая традиция среди докторов, которая обязывает вас зачитывать клятву одного древнего учёного о том, что вы становитесь доктором и теперь обязываете себя помогать человечеству. В принципе, это не важно, вам просто нужно переписать этот громадный текст. Понимаю, размеры внушительные, но поделать нечего, поэтому спокойно открывайте её на компьютере или втором телефоне и переписывайте в игру. При этом обязательно соблюдайте все пунктационные знаки, запятые, точки, знаки восклицания и так далее. На половине клятвы меня остановили и сказали, что уверены в том, что я её знаю, и теперь мы отправляемся в кабинет главврача. Меня попросили внести данные медкарты в базу больницы. И, друзья, говорю сразу, вот здесь нет никакого ответа, потому что ситуации могут быть абсолютно разными. Конкретно здесь от вас требуют то, чтобы вы показали, что умеете взаимодействовать с чатами действия, события, ну и так далее. Помните, что события мы пишем с большой буквы и точкой на конце, а действия с маленькой буквы и без точки на конце. У меня РП-ситуация чё-то затянулась, но, друзья, оно того стоило. Её у меня приняли на отлично и повысили до второго ранга. И сразу же главврач решил объяснить мне, что теперь я могу делать. В частности, мы пошли на стоянку и начали пробный заезд патруля скорой помощи. Я думал, патрулировать можно только будучи полицейским. В общем, колесил я так по Арзамасу, пока главврач объяснял мне все тонкости нашей профессии. Правила патруля, пользование транспортом и так далее. И по возвращению обучение не закончилось, ведь мне нужно было объяснить главную особенность больницы. А именно, как лечить игроков. Придя в палату, главврач начал объяснять, что иногда в больнице проходят масштабные РП-ситуации. Суть их заключается в том, что всей больницей проводится какая-то сложная операция. Всё это обыгрывается всем докторским составом, за исключением тех людей, которые стоят на выдаче медкарт. И, кстати, да, совсем забыл упомянуть зарплаты. На первом ранге вы получаете в час всего полторы тысячи рублей. И до восьмого ранга ваша зарплата повышается на 500 рублей на каждом ранге. С восьмого же ранга начинается старший состав, где зарплата уже стартует от 10 тысяч рублей в час. Но это не единственный способ заработка, будучи врачом. Ведь также медицинский персонал обязан лечить игроков, выдавать медкарты, проходить обследование, лечить от наркозависимости и так далее. При взаимодействии с игроком, как вы можете заметить, доступно много интересных функций. Но, к сожалению, все они открываются как минимум с третьего ранга. Чтобы вы понимали, примерно такие расценки на каждую услугу. Но суть в том, что, например, выдача медкарт является особенностью этой организации. Кроме как докторов, ее больше никак нельзя получить, и именно на этом вы можете заработать. В уставе и вообще в больнице никакой информации об этом я нигде не нашел, поэтому смотрите конкретно на свою часть и поступайте по совести. Ну, думаю, учитывая зарплату в игре, выдавать за медкарту по 5000 рублей более чем справедливо. Ну и напоследок, редко, но все же иногда в больницах проходят некоторые ивенты, в которых используют вертолеты. Ну, типа проведения спасательных операций и так далее. Именно во время таких событий вы можете покататься на вертолете. Пока что это единственная организация в Гранд Мобайл, в которых вообще хоть как-то используются вертолеты. Это все, что нужно было знать про фракцию Министерства Здравоохранения, пора подводить итоги. Какой-то большой роли в решении глобальных вопросов эта фракция не играет. Но, в отличие от других организаций, кроме правительства, она имеет первое практическое применение. Говорю я про выдачу медкарты, именно на этом и можно заработать хорошие деньги. Поэтому это тихая фракция, где можно хорошенько поднять баблишко. Ну и полетать на вертолетах. На этом все, огромное спасибо за просмотр. Если этот ролик был для вас интересным, обязательно ставьте лайк для его продвижения. Пиши в комментариях, где работаешь именно ты и какую фракцию мне еще разобрать. Ну и если ты все еще здесь, пиши в комментариях скоро, ведь все такие комменты я обязательно лайкну. Не забывайте чекать мои другие видео на канале. И по традиции, друзья, с вами как всегда был Матвей. Аста лоего.